Всем привет! Удивительно, что я сижу на переднем сидении. Это значит, что случилось что-то экстренно необычное. Мы оставили Макара с бабушкой и едем в Тулу. Но причина нашей поездки, к сожалению, не туристическое. Мы едем в стоматологию лечить мне зубы, потому что... Консультироваться. Консультироваться сначала, потому что... И считать, потому что в Москве это какие-то зауглочные цены. Мне надо удалять один зуб, вроде как предварительно, а может быть и два. Ставить импланты. И в Москве это все очень дорого, поэтому мы по рекомендации там какого-то знакомого едем в клинику в Тулу. Будем узнавать, сколько там стоит. В общем, получится, мы сейчас выезжаем 7.30. Прием у меня в 11. Ехать при хорошем раскладе 3 часа. Мы надеемся на это. Немножко с запасом, чтобы заправиться, постоять чуть-чуть, потому что все-таки 3 часа ехать. Так что надеюсь, что все пройдет нормально. Мы нормально доедем и нормально нам там посчитают. Буду держать в курсе, поездки и просчета. Мы не успели позавтракать, но у меня была в сумке протеиновая печенька, потому что я как-то ездила вот как раз в стоматологию здесь московского. И на всякий случай брала с собой, чтобы перекусить. Вот она у меня в сумке лежала. Никита отказался, поэтому я ее сейчас съем. Никита заботливо сделала нам кофе с собой. Сейчас я съесть кофе и ее перекушу, потому что есть хочется. Сделали остановочку, зашли в Макдональдс, купили, взяли вернее, ну или купили, фреш маффин, мак маффин, два тоста с сыром и два этих обычных маффина со свиной, котлетой и яйцом. Сейчас позавтракаем, продолжаем наш путь. Нам осталось час, полтора часа ехать. Вроде бы пока все по плану. Едем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы в Креже все троллейбусы убрали уже давно, наверное, лет 6. Да что? Больше? А меньше. А меньше. Мне кажется, решились. Надо будет посмотреть. Мы начинали с тобой 5 лет назад, были еще троллейбусы. И в Москве, короче, нет троллейбусов. Я их тогда давно не видела. Надеюсь, они... Вон они. Троллейбусный парк. Прикольно. Такие они... Я таких не видела. В общем, все необычно, все интересно. Да. Едем. А? Да, вот. Красненький. Турский. Турский. В общем-то, город как город. Ничего. Пока особенно выдающегося мы не увидели. Чехов, наверное. Ну, как любой тот же самый подмосковный город. В принципе, они, мне кажется, все одинаковые. Куда бы не уехать. Ну, по крайней мере, в центральном федеральном округе. Тула не подмосковный город. Я знаю. Ну, я говорю то, что я... Естественно, блин, понятно, что Тула это не подмосковный город. Я про то, что... Где мы живем и близко к нам, все точно так же абсолютно выглядит. Да, это правда. Да, я знаю. Тут что-то строится. Непонятные всякие автосалоны вон там. Есть высокие дома. Новостройки, я так понимаю, тоже. Люди на работу спешат. В общем... В 10 утра. А почему нет? В Туле никто не спешит никуда. В общем, обычная разметная жизнь, как везде. Ну, мы приехали. Вот клиника. Ой. Вот клиника. Сейчас пойдем на консультацию узнавать, сколько стоят мои зубы. Вышла я из клиники, едем мы обратно в Москву. Домой. Смешанные у меня чувства, потому что я получила в очередной раз новое мнение относительно своих зубов и что с ними делать. Теперь какой-то очередной рой в голове пчел, которые вот так вот у меня жужжат. Я не понимаю, что делать, кого слушать. В общем, мне сказали вообще абсолютно другое. В подробностях это... В одной клинике мне говорили, что зубы мудрости надо оставлять, потому что они лежат на нерве, их типа опасно удалять. Здесь мне сказали, что нет, их обязательно надо удалять. В другой клинике мне говорили, что нужно удалять только коронку зуба, вот этого зуба мудрости. Оставлять корни и пусть они там остаются в десне зашитые. Здесь мне сказали, что нужно обязательно удалять все, иначе там может пойти воспаление. И вообще все в самых худших красках мне было описано. Потом сказали, что нужно вообще делать тотальную работу, типа ставить везде коронки. В общем, буду ждать плана лечения. Мне обещали прислать на почту, потому что сразу его написать они не могут, потому что им надо там это делать коллегиально. Поэтому буду смотреть, что они мне пришлют по плану и уже думать, принимать какое-то решение относительно всего этого. Но пока абсолютная каша в голове. Не знаю, что делать, но могу сказать, что Тула очень красивая. Но мне понравилось Тула, я бы, извините, пожалуйста, я бы даже погуляла бы, если бы у нас было побольше времени и не было так далеко от Москвы. В общем, пока такие какие-то новости смешанные. Не знаю. Я говорю не знаю. Сложно. Буду думать. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова скажи всем привет мы вчера вернулись я забыла камеру в машине и забрали мы ее только вечером когда никита собака пошел гулять поэтому не было продолжения ну собственно я все рассказала надо проверить прислали мне расчет вчера не так этого не делали что ты делаешь как у тебя дела маленький драказник сегодня опять встал в 5.45 утра уже все режим он рано встает рано встает да что тебе надо от моей камеры что не дам очень хочется завтрак вообще мы решили заказать суши необычный выбор для завтрака но они работают 10 а время только 9 43 поэтому у нас пока что перекус легкий кофе на миндальном молоке чокопай гендер сюрприз смотрим мы чикатилы какие-то новые серии вышли макар лег новый пенесон отличный набор игрушек собачий мячик ремень сломанный кактус ну игрушка есть вообще так себе какая-то непонятно что это вообще ракетка какая-то машина непонятно какая-то фигня вот она молодое поколение с телефоном с юных лет что делаем ага ага видео видео камера здравствуйте мне не надо дуть кто-то хочет поснимать на вот так бери руку ну ты экран закрываешь макар что зрители будут смотреть твой палец который ты вчера обжег все я уже погулял собакой сейчас на двери снять ошейник иди сюда что-то а никиту уложил макара вышел сериал на netflix и не на netflix а netflix али этот аватар легенда о банке сейчас будем смотреть мы днем хотели посмотреть но с макаром смотреть сериал это что-то нереальное половину не слышишь потому что он постоянно ползает постоянно не надо то подняться то спуститься поэтому сейчас мы будем его спокойной обстановке смотреть наконец-то так что всем пока буду держать в курсе по поводу своих зубов